Слава нашему Дятому Богу. Господь нас любит. Мы, те, кто изучаем Слово Божие, изучаем Святое Письмо, Библию, Коран. Я отношу себя к людям, которые ищут Бога, ищут истину в Слове, в Писании, потому что Бог оценил Слово Свое выше имени. Некоторые люди ищут имя Божие или фамилию, как призывать Бога, чтобы спастись, потому что написано, всякий, кто призвёт имя Господне, спасётся. Но я понимаю, что глубже нужно копать, потому что Царство Божие усилием берётся. Я хочу, чтобы люди, которые изучают Писание, они действительно боялись Бога и не цитировали Писание как то, с чего можно посмеяться. Ну вот Татьяна Аренсбург, она была у меня забанена, её разбанила. Я не помню, что она мне написала. Она рассказывает, что есть такой Олег Николаевич, который Илья Тимошевский. Я тоже забанила Илья Тимошевского. И эти люди претендуют на грядущего царя, я так понимаю, царицу, не знаю, на кого-нибудь претендует. Ну у них между собой какие-то споры, там непонимания есть. Пусть Бог хранит всех, кто проповедует Слово Божие. Может это есть и дерзновение. Повод для дерзновения, потому что мы по природе ленивые. Люди о себе думают высоко и каким-то образом служат Богу. Больше дерзновения, да? Ну вот у неё я нашла такое видео. Коран. Изучение текстов не религии, аллегории или иносказания о Рае. Ну, продолжая тему Рае, сегодня вам зачитаю эксклюзивные аяты, пишет она. То есть это уже у меня второе видео по Рае. Вот. Я, конечно, благодарю Бога за всех, кто помогает мне. Потому что, получается, она анализировала Коран. Я эти суры ещё не читала. Но благодаря Татьяне Оренсбурге анализирую те аяты, которые она выписала из Корана и читала в этом Слове. Боже, я верю, это проповедь от Бога. Вот. Хотя я с некоторыми вещами не согласна. Вот. И она называет вот под тему аяты, которые, по её мнению, приписываны шаловливыми человеческими ручками. Я так сказала. Вот. Потому что подобные аяты вы не найдёте ни в одной из текстов писания. То есть в Библии такой информации нет. Говорит Татьяне. А мы должны тексты как-то сопоставить. Поэтому я считаю всё-таки тему эту информацию вымышленной. Ну, как вариант, возможно, это аллегория. Первая сура она читает это украшение. Вот. И тут мне Бог даёт такое слово. Я выписываю то, что сразу мой Бог показывает. Второзаконие 32 глава, 22 стих. То есть я не буду читать ещё те стихи, которые она выписывала в 46. И сразу мне Бог Духом своим даёт информацию. Я веду себя как человек Божий. Не смущайтесь. Потому что от моего гнева запылал огонь, что жжёт до дна мира мёртвых. Он пожрёт землю и её урожаи и пожжёт основание гор. Или подожжёт основание гор. Это синодальный перевод второзакония. Это был современный перевод. А теперь мне даёт Бог то же самое, но уже с 19 стиха. Второзаконие 32 глава, 19 стиха и дальше. Господь увидел и в негодовании пренебрёг сынов своих и дочерей своих. Вы понимаете, что Бог показывает? То есть Бог видит, что мы говорим. И Он в негодовании может пренебречь сынов своих и дочерей своих. То есть мы берём слово Божие, говорим, проповедуем истину, а на самом деле иногда говорим мерзость. Дальше поймёте о чём я. 20 стих. И сказал, сокрой лице моё от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращённый, дети, в которых нет верности. Дальше. Они раздражали меня не Богом. То есть, хотя Бог не с маленькой буквы, но вот именно, что Бога нет. Они раздражали меня не Богом. Суетными своими огорчали меня. И я разрушу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. И 22 стих, который я уже читала, это уже синаидальный перевод. Ибо огонь возгорелся во гневе моём, жжёт до ада преисподнего и поедает землю. И произведение её и попалит в основание. Так вот, она расскажет о суре украшения 70-71 аят. Значит, вот сейчас я найду эту суру украшения. И давайте будем анализировать. Это 43-я сура. И она считает 70-71 аят. Это тоже Кулиева. У неё книжка тоже перевод Кулиева. Так что в этом смысле мы совпадаем. Войдите же в рай радостными вместе со своими жёнами или вместе с себе подобными. Их будет обносить блюдами и золотой чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пробудите там вечно. Тачана говорит по этому поводу. Конечно, переводы текстов страдают своей достоверностью. Вот, значит, логическая цепочка страдает немножко, она так объясняет, в другом ракурсе. И тут она рассказывает о том, что она сомневается, что в рай войдут со своими жёнами и говорит, что якобы им там дадут каких-то дев, или она ещё как-то по-другому, гурий с большими глазами. Это проповедь Иоанна, это проповедь слова, это проповедь верности и вечности. Вот, она так и говорит. Ну, ходить в рай с жёнами, я так понимаю, не совсем хороший вариант. Это говорит проповедник Слово Божие. Потому что в раю мужчины будут обручены с большеглазыми гуриями. Это куда интереснее? Это слова проповедника Слово Божие. Вы понимаете, да? О чём я? То есть, я проповедую жизнь, конечно, на земле, я проповедую верность. Потому что люди не прощают изменения. То есть, мы должны быть духовными личностями. Плоть надо уже как-то ставить своё на место. Поэтому те, кто пишет Слово Божие, и те, кто пишет под рубрикой Грядущий Царь, уразумеете, что пророчество это от Бога. Настардамус это тоже от Бога. Если Бог дал пророчество, так это только на последнее время. И, конечно, это проповедь Слова Божьего. И повторите десять заповедей. Изучайте Божий закон и не проповедуйте мерзостей. На сегодня достаточно на эту тему. Будьте благосовенны.